Я сегодня начинаю второй сюжет. Он, в общем-то, независимо от того, что мы делали предыдущие полторы лекции, немножечко как бы начинается после половины первой лекции. Давайте, чтобы это, кстати, не нагнетать напряжение, я сразу скажу, какие две теоремы мы будем обсуждать и доказывать. Эти две лекции. Их не очень сложно сформулировать. Пусть N — натуральное число. W от N — число различных простых делителей. То есть, например, W от 60 — это сколько там? 2 в квадрате на 3 на 5, то есть 3. 2 делится на 2 на 3 на 5 из простых. Вот мы изучаем такую характеристику натурального числа и формулируем две теоремы про эту характеристику. Первая теорема такая. Теорема 1. У любого ε больше 0 существует предел. Я хочу сформулировать, что почти любое натуральное число имеет примерно логарифм-логарифм N делителей. Стандартно формулировать, как это записать? Это, кстати, примерно и почти любое. Это означает, что... Почти любое означает, что доля таких чисел стремится к единице, а примерно значит, что какая-то ошибка, которая меньше, чем логарифм-логарифм N. То есть формально это выглядит так, что мы считаем количество, значит, таким символом это означает количество, мощность множества чисел N маленькая, таких, что N маленькая. Значит, равно N большого, но это натуральное число. И W от N минус логарифм N. Меньше чего-то там. Меньше логарифм N в степени 1 вторая плюс эпсилон. Вот это самое эпсилон. Значит, доля всего этого, всех таких... Ну, давайте напишу здесь больше. Доля таких чисел, то есть я должен поделить все это на N. Доля таких чисел очень мала, то есть этот предел равен нулю. Так, ну давайте смотреть, что бы это означало. Мы говорим, что типичное значение для W от N это логарифм-логарифм N. И договорим, что если оно отклоняется на логарифм-логарифм N в степени 1 вторая плюс эпсилон, что существенно меньше, чем на логарифм-логарифм N, то все, такие числа плохие, их очень мало, их очень мало, значит, означает, что мы считаем количество, мы получаем сколько, но потом делим на N большое и получаем в пределе 0. Это такая типичная ситуация закона больших чисел. Есть типичная ситуация, то есть почти любое натуральное число имеет вот столько простых делителей. Ну хорошо, давайте, значит, ничего не изменится, абсолютно да, то есть я могу даже это здесь пояснить, значит, написать это, я, безусловно, буду пользоваться, реально это буду доказывать, если я здесь напишу большое N и здесь большое N. Значит, логарифм-логарифм такого N это то же самое, что логарифм-логарифм большого N. Но это я в доказательстве там где-нибудь скажу, почему, так сказать, строго это так можно сделать. Хорошо, давайте, значит, все-таки поймем, почему вылазят все вот эти логарифмы-логарифмы N перед тем, как вторую терему сформулирую. Это на самом деле не очень сложно понять. Давайте посчитаем, сколько в среднем. Значит, здесь ситуация, значит, здесь ситуация, вот этот закон больших чисел, такая вот немножечко, значит, хитрость в том, что почти любое число имеет вот столько простых делителей. Гораздо более простой вопрос, это то, сколько в среднем простых делителей имеет натуральное число. В среднем, то есть, это если мы усредним по этим числам. Значит, как написать это? Значит, я хочу посчитать среднее значение, ну, или что-то же самое, значит, я хочу посчитать 1 делить на N. Н, большая сумма всем N маленьким, меньше равным N большой, значит, все это какие? N, это всегда натуральное число. W от N. Как посчитать вот такое выражение? Ну, хотя бы, как начать преобразовывать? Да, да, да. То есть, надо, кстати, изменить порядок суммирования в каком-то смысле. Надо считать, сколько раз входит не в данное число N, сколько простых делителей входит, а надо посмотреть, сколько, взять простое число и, значит, сколько чисел N делится на это простое. То есть, это как можно сказать? 1 делить на N сумма по простым. Значит, я снова напоминаю, что, значит, когда есть буква P в суммировании, и вообще везде, это означает, что суммирование идет только по простым, P это только для простых чисел. Значит, для всех P мы должны, значит, если писать строго равенство, то есть, если взять целую часть, кажется, N делить на P. Да, это вроде бы даже точное равенство, да, никаких тут примерно, приблизительно нет. Ну, хорошо, значит, раз нет, давайте их сделаем. Скажем так, что это равно сумма 1 делить на N. Сумма по простым. N делить на P плюс O большое от единицы. Так, надо где-нибудь напомнить, что такое, значит, вывелить какие-то определения. Ладно, давайте, значит, почистить, значит, O маленькая от единицы, значит, определение где-нибудь вот здесь, кто не свыкнул, значит, определение, значит, O маленькая от единицы, это такая последовательность, что предел, значит, этого самого маленького от единицы равен нулю, а O большой от единицы это такая последовательность, что верхний предел модуля O большого от единицы меньше некоторой там константы. Существуют константы. Значит, легче, значит, не эти странные формальные определения, что маленькая от единицы, это последовательность, которая стремится к нулю, O большой от единицы, это асимптотический что-то типа константы какой-то. Просто когда мы говорим об асимптотиках, всегда очень удобно использовать эти символы. В частности, здесь, конечно, можно написать точное неравенство, там, больше чего, оно меньше чего, это даже, кажется, дело на первой лекции, но нам здесь достаточно просто написать, что O большой от единицы, и в сущности все. Поскольку меня интересует только этот член, получается сумма 1 делить на P по простым числам. Ну, здесь, наверное, можно вовсе написать там маленькая от единицы, ну, давайте напишу большой от единицы для верности. Да, и возникает вот эта сумма по простым числам, значит, я должен только писать простые числа, ну, не по всем, а меньше равным, ну, скажем, n большого. И здесь вывод, значит, то-то-то, да? Ну, здесь вот, но здесь мы по простым суммируем. На самом деле мы знаем, что простых там сколько? n делить на логарифм n, когда мы поделим на n, то будет 1 делить на логарифм n, то есть здесь мы можем написать O маленькая от единицы. Ну, вот здесь вот, да, вот здесь мы можем написать даже O маленькая от единицы, но, кстати, могу я O большой от единицы, мне это не жалко в данный момент. Главный вклад дает вот эта сумма по простым числам, и я буду пользоваться таким теоретико-числовым фактом. что эта сумма по простым числам, во-первых, она расходится, это не вполне очевидно, но это менее сложное утверждение. Но, значит, более точное утверждение, что эта сумма по простым числам до n, она равна логарифм n плюс U большого от единицы. Сейчас я немножечко его поясню. Во-первых, доказательства этого факта есть во втором листочке, я не уверен, насколько, но это довольно сложная задача, такой стандартный способ, там лесенка и задача есть, которая ведет к этому факту с нуля, так сказать. Но она не очень простая, может быть, это лучше где-то прочитать, а не самостоятельно начать задачу, это, кстати, на ваш вкус. Но, тем не менее, способ доказать этот факт с нуля есть в листочках. Если пользоваться теоремой простых числах, его доказать довольно просто. Но, опять же, давайте я скажу скорее прикидку, нежели чем точно доказать. Теорема простых числах говорит, что π от х, число простых чисел меньше равных х, это х делить на логарифм х. Что из этого можно сказать про πn, где n, это значит, πn, это n, это n, это по величине простое число. Что можно сказать про него? x на x. Сколько, сколько? x на x. x, ну да, но если это n, то значит n умножить на логарифм n, да? А, n, да. Не принципиально. Опять же, по-моему, такая задача доказать, что это эквивалентно этому, есть в листочке, но она как раз вроде простая. Дальше, если мы знаем такой факт, то мы можем как бы подставить сюда, в эту сумму. Дальше нужно знать, что такой ряд он себя ведет как логарифм, логарифм n большое. Ну, это некоторый стандартный, ну, как бы, значит, как этот ряд оценивается, это, значит, примерно то же самое, что интеграл, там, я не знаю, с каким-нибудь, до n 1 делить на t логарифм t dt. Сумма может быть записана как такой интеграл, а такой интеграл, он явно берется и получается логарифм, логарифм n. Ну, значит, если там кто-то там с интеграл и все прочее не очень знакомо, то не особо берите это в голову, мне нужно вот поверить вот в это. И это все равно то, что я сказал, это не доказательство, тут была какая-то такая странная замена, поэтому это не совсем доказательство. Значит, можно доказать строго, если строго и просто, из простых чисел, но опять же нужно сделать вот этот трюк, который называется там суммирование по частям или преобразование абеля, которые написаны вот опять же в листочке, из него это следует из теоремы простых числах довольно быстро, по-моему, сразу. Тоже какой-то интеграл возникнет, который даст алгарифм алгарифм n. Да, сложное доказательство без ссылок на теоремы простых числа есть в задачках, но их там, в листочке, но их там много. Да, так или иначе, есть такое симпатическое соотношение, что ряд по обратным простым растет только алгарифм в логарифм, и именно отсюда вылазит вот это значение, алгарифм в логарифм, там n маленького или алгарифм в логарифм n большого, что действительно одно и то же. Да, возвращаясь сюда, я считал, сколько в среднем простых делителей у натурального числа между единицей и n большим. Я получил, что оно дается вот таким рядом, и, значит, пользуясь этим фактом, я могу сказать, что это равно логарифму логарифму n большое плюс o большой от единицы. o большой от единицы у меня в любом случае есть из факта. Так что в этом месте можно было не гнаться. Что это означает? Это означает, что в среднем у натурального числа логарифм логарифм n простых делителей. Но этот факт, он гораздо проще, чем вот этот факт. То, что в среднем у нас получается какое-то значение, совершенно не означает, что все натуральные числа имеют вот столько делителей. Вполне может быть, что половина имеет два логарифма логарифма весь вклад в среднее, а все остальные могли бы совсем маленького количества. Между этими двумя фактами очень большая разница, но тем не менее вот так оказывается, что в данном случае среднее значение совпадает с типичным значением. Да, это теорема Харди-Равануджана, доказана в 1917 году. Можно столетие скоро отметить. И она была доказана без, так сказать, насколько я могу судить, таких теоретиков вероятностных интуиции и соображений, но потом было доказательство Турана лет в 30-х, которое как раз я и расскажу, и которое гораздо проще, и которое как раз в каком смысле основывается на третерике вероятностной интуиции. Это я как раз собираюсь подробно рассказать. Дальше, когда доказана такая теорема, дальше встает вопрос, а какие функтуации мы знаем, что типичное значение такое, мы знаем, что флуктуации реального значения W от N типичного не должны быть больше, чем вот это значение, но какая бы же все-таки флуктуация. И на этот вопрос дает ответ вторая теорема, значит, она куда более тонкая, я бы сказал, но тем не менее она тоже основана на теории вероятности, кстати, на некоторой интуиции из теории вероятности, и здесь уже она еще существеннее, а имена. Опять же, я должен писать некоторый предел, все это утверждения, это только то, что происходит где-то далеко-далеко на бесконечности. Дальше я считаю количество натуральных чисел, которые меньше равны N, и у которых фруктуация вокруг типичного значения имеют размер квадратный корень из логарифма я зафиксировал два произвольных числа x1 и x2 на вещественной прямой, и интересуюсь, когда вот эта дробь меньше, больше одного, меньше другого. Скажем, если бы я здесь поставил не одну вторую степень, а одна вторая плюс то это утверждение заказало бы мне сразу, что доля таких чисел всегда, такая дробь всегда около нуля. А вот когда я поставил здесь ровно корень, то оказывается, эта доля имеет нетривиальное выражение, что эта доля нетривиальна, ни ноль, ни единица. Что я должен писать? Я должен здесь закрепить скобочку, поделить на m и написать выражение, которое я уже писал в прошлый раз. М на интеграл от x1 и x2 и в степени минус t квадрат пополам ну то есть площадь под вот этой функции есть такие минус t квадрат пополам. Обратите внимание, слева нет никакой вероятности. Чисто это, кстати, классические совершенно вещи, натуральные числа, простые делители, а справа появляется вещь, которая, так сказать, ну максимально, значит, у нее максимально вероятностный вкус. Это гауссовская случайная величина. Опять же, я говорю, если вы, так сказать, я понимаю, что там большинство из вас видит первый раз интеграл, и там какие-то там корни из 2π еще, вообще не пойми что. Тем не менее, это абсолютно, так сказать, такая очень фундаментальная величина в теории вероятности и не только, и вот здесь она появляется вот даже в теории чисел, что количество различных простых делителей описывается этой самой гауссовской случайной величиной. Это такое довольно удивительное явление. Это теорема R-де-Шакатса, она была доказана, насколько я понимаю, где-то в районе 50-х, и здесь как раз вероятность нутрица оказалась совершенно необходимой, вроде-то, кстати, сохранились свидетельства, что, значит, Пол Эрдиш, он думал над тем, как себя ведет вот эта дробь, он, скажем, доказал, что, значит, если вот эта x1 0, x2 бесконечность, то есть эта дробь там больше нуля, сверает на себя на вторая, значит, он это доказал, но, значит, не мог понять, как она ведет себя, значит, для общих x1 и x2. А потом он, значит, ну, думал, потом забросил, значит, он попал на лекцию, зависит от Марка Катца и как-то понял, что вероятностные соображения тут могут помочь. И они потом вместе как-то это доказывали, доказывали и доказали именно, ну, вот эту вот теорему Эрдиша Катца. И причина, по которой Эрдиш не мог самостоятельно это сделать, ну, по крайней мере, как он сам пишет, в том, что он просто не знал теорию вероятности, он не знал, что он, наверное, цитрально-предельная теоремия, тогда это еще не было, это, кстати, эта теория вероятности уже появилась, но был у нее статус по-прежнему между физикой и математикой, и поэтому, ну, не учили его в этом университете, но потом, конечно, как только он понял, что это имеет отношение к делу, выучил, и, значит, все, эта теорема доказалась. Так что, значит, это более тонкое утверждение, чем вот это, то есть вот эта теорема, здесь вероятность изображения дает, ну, более простую доказательство, но ее поймали и без всякой вероятности. Эту теорему не поймали без вероятности, эта теорема была поймана именно только с помощью вероятности, что и логично, потому что вот центрально-предельная теорема это такая довольно типичная вероятностная штука. Я докажу вот эту теорему больше, чем одним способом, ну, так, одной целой, одной десятой способа, больше, чем одним, правда? Вот, эту теорему я полностью не докажу, я не знаю, там, насколько, кстати, хватит времени, силы, желания, но там, как и граммир, какой-то план и идею я скажу прямо сейчас, как это все получается. Насколько оба этих утверждения это совершенно имеют вероятность на структуру, это утверждение закон больших чисел, это утверждение центральная предельная теорема, как вот я поформулировал эти результаты на прошлой лекции для самых простых случайных величин, здесь это тоже будет для довольно простых случайных величин, значит, чуть-чуть более сложных. Ну, кстати, да, для каких случайных величин, собственно, и будут, какие тут, значит, случайные величины, независимые, которые дают эти утверждения, потому что, наверное, можно и угадать. Мы знаем, что сумма независимых случайных величин любит себя вести таким образом. Дальше мы видим, значит, что вот тут есть таких два утверждения. Да, то есть это, ну, у нас вроде как раз они были для первой лекции, как там, дельта pn, кажется, обозначались, но неважно, как раз, да, вот индикатор того, что n делится на p. Мы выяснили, что они асимптотически независимы, и они как раз, их сумма это и будет губль в n, но я сейчас это напишу. Поэтому, ну, на этом эти два утверждения и стоят реально. Хорошо. Сейчас будет несколько вероятностная часть, а потом будет доказательство теоремы 1. Читатан, может, какие-то вопросы по формулировкам? Тогда их стираем. хорошо. Напомню, что у меня была такая немудренная функция дейта p от n, которая равняется единице, если n делится на p, и 0, если n не делится на p. Если мы на нее смотрим, как на случайную величину на вероятностном пространстве, значит, случайных чисел между единицей и n, то мы выяснили, что для различных p1 и p2 простых дельта p1 и дельта p2 независимы. Независимы они не совсем в точном смысле, а именно они независимы только симпатически, если мы берем пределы при n большом снимающемся бесконечности, а если мы все-таки смотрим для кого-то фиксировано n, у нас есть какая-то небольшая ошибочка, которую нужно оценивать. Тем не менее, это хорошая интуиция, что эти величины почти независимы. Дальше есть w от n, число различных простых делителей числа n, значит, и как его записать через эти дельта p nt? Это просто на разума по всем простым дельта p n. Ну, можно там эту сумму, чтобы она уже не была бесконечной и там, я не знаю, ничего большого сделать, совершенно непринципиально. Дельта p n. Итого, что у нас есть? У нас есть сумма величин. Мы знаем, что они как бы независимы, и это означает, что мы попали в ситуацию из теории вероятности, что у нас есть сумма, значит, теория вероятности, она, кстати, ну, как бы ее, по крайней мере, на базовом уровне, она занимается суммами независимых случайных величин. Независимость – это ключевое понятие теории вероятности, и как раз суммы независимых случайных величин ведут себя таким образом, что есть закон больших чисел и есть центральная предельная теорема. Так что вот вся идея за этими двумя результатами. Что использовать классические результаты теории вероятности, дальше оценивать ошибочки из-за того, что я здесь написал кавычки, что они нереально независимы, а значит есть небольшая ошибочка, и значит эту ошибочку аккуратно оценивать, видеть, что эта ошибочка не дает никакого вклада, и дальше пользоваться классическими результатами и получить эти две теоремы. Вот собственно и вся идея. Ну давайте, так сказать, от идеи посмотрим, как исполнение происходит. Давайте сначала забудем про вот эту ошибочку, давайте я просто докажу результаты теории вероятности закон больших чисел и из теории вероятности, ну вот для этих случайных величин. То есть давайте я буду говорить не про эти величины, дельта pn, а про, так сказать, предельные величины. Значит, а именно, я хочу ввести, значит, все, здесь пока же я теорию чисел во время откладываю. Я беру набор случайных величин для каждого простого числа, xp, дальше каждую такую случайную величину, значит, xp, я говорю, что вероятность, значит, я хочу, что такое вот это xp, я хочу, значит, что xp это как бы предел величины дельта pn, то есть для n большого строительства, кстати, уже устремленного в бесконечность, то есть такая идеальная случайная величина по сравнению с дельта pn, для которой нет вот этой ошибки небольшой. Какое у нее должно быть распределение? Именно, именно, то есть что значит, значит, она должна равняться единице с вероятностью 1 pt, а 0 с оставшейся вероятностью 1 минус 1 pt. Значит, идеальность заключается в том, что когда у нас есть какое-то там n большое, то здесь какая-то там есть, значит, я здесь только писал, там, 1 делить на n умножить на целую часть, n делить на p. А здесь мы сразу смотрим на это, да? Можно сейчас, что значит xp? Значит, я ввожу, значит, случайные величины, значит, xp это случайная, давайте я напишу, я это сказал, но не написал, значит, что xp это случайная величина, я задал распределение одной случайной величины, а именно я сказал, что распределение очень простое, что оно принимает значения 1 и 0, и вот с такими вероятностями, 1 с вероятностью 1 делить на p и 0 с оставшейся. И я должен сказать, как они распределены совместно, ну, я говорю, что для, значит, для всех, значит, для любых p1, pk, xp1, xpk независимы, ну, то есть вся эта последовательность случайных величин независима в совокупности. То есть это то, как бы вот эти величины δp от n выглядят в пределе. Вот такая вот вероятностная конструкция. По сравнению с той теоремой, которую я формулировал в прошлый раз, значит, здесь бы, значит, у нас тоже были независимые случайные величины такие, которые принимали два значения, но тут там были 1, 2 и 1, 2, кажется. То есть это были подбрасывания монетки, и для этих величин я, по крайней мере, сформулировал теорему, что там есть закон больших чисел и есть центральная предельная теорема. Здесь вот ситуация, ну, поскольку мы изучаем конкретную проблему, значит, здесь немножечко другое распределение, что вот, значит, есть 1 делить на p, от ожидания, там, и распределение зависит от p, но это небольшая проблема. Существуют точно такие же результаты. Я вот сейчас их просто докажу. По крайней мере, закон больших чисел. Хорошо. То есть, ну, значит, моя цель показать, что сумма вот этих вот величин в x-петах будет себя вести вот точно так же, как в теоремах 1 и 2. Что они все концентрируются около логарифма-логарифма n, и что их флуктуации вокруг логарифма-логарифма n вот ведут себя в точности так же. Вот для этих, так сказать, для начала, для этих, так сказать, идеальных величин. А потом я, так сказать, уже дам доказательства для этих реальных величин, вот с этими, и буду там немножечко оценивать вот эти ошибки, и увидим, что эти ошибки ни на что не влияют. Хорошо. Ну, пока что мы про вот это все забыли, у нас есть просто последовательность. Для каждого простого есть вот такая вот случайная величина, и они все независимы. И мы, и нас интересует, как ведет их сумма. Я просто докажу закон больших чисел в этой ситуации. Хорошо, то есть я интересуюсь суммой x2 плюс x3. Лучше написать, наверное, как всегда. Сумма P меньше равных n чему равно, значит, это случайная величина. Каждый x, x это случайная величина. Я их просуммировал, тоже получил случайная величина. Чему равно ее матожидание? Ну да, это симпатически. Значит, точная равенство, значит, у каждой этой величины матожидания 1 делить на P, значит, мы должны умножить 1 умножить на 1 делить на P плюс 0, это будет 1 делить на P. Соответственно, точная равенство, что это сумма по P меньше равным n 1 делить на P по линейности матожидания, которую мы уже упоминали. Ну и действительно, как правильно сказано, это логарифм логарифм N плюс O большой 1. Вот этот подсчет, это в точности то же самое, то, что я считал, когда средняя W от N. Это вообще в точности то же самое до этого матожидания, это ровно оно. Дальше, значит, мне нужно не только средний искать, но вот это типичное значение, и тут вот возникает такой совсем несложный, но абсолютно такой вероятностный трюк. Я не знаю, опять же, если кто-то вдруг случайно смотрел во второй листочек, там в начале доказывается закон больших чисел. Ну, я, значит, просто, ну, более-менее повторю нужные места. Во-первых, нужно ввести понятие дисперсия случайной величины. То есть, вот это было матожидание, а дисперсия произвольной случайной величины это матожидание кси минус матожидание кси в квадрате. Все. А, значит, кси минус матожидание кси возводим в квадрат, берем матожидание. То есть, это число. Значит, матожидание случайной величины это число, а дисперсия случайной величины это число. Матожидание случайной величины это мерит, какое типичное, значит, какое среднее значение этой случайной величины. Дисперсия случайной величины меряет, каковы, значит, размер флуктуации этой величины относительно среднего. То есть, эта штука всегда положительная, но если кси, она около матожидания кси, то это дисперсия маленькая, если, так сказать, вот это бывает, большой по модулю, то и дисперсия больша. Вполне естественно, что нас это интересует, поскольку мы хотим сказать, что типичное значение, мы хотим понимать, что мы в каком смысле хотим доказать, что дисперсия очень маленькая, вот у этой величины Sn дисперсия очень маленькая, что она стремится к нулю. Ну да, мы так сказать поделены, нужным образом нормированы. Поэтому нас интересует флуктуация, мы хотим доказать, что флуктуация меньше чего-то там, чего-то нам нужно. Поэтому нас интересует это для одной случайной величины, а ключевое свойство дисперсии следующее, что если у нас есть независимые случайные величины C1, Cn независимые, то дисперсия от x-сума равна сумме дисперсии. Значит, это похоже на матожидание, но это на самом деле совершенно другое утверждение. Матожидание любых случайных величин, вот такое, линейное. А здесь же его совершенно ключевое условие, что эти величины независимы. Без этого условия совершенно ничего не получается, естественно. Но если они независимы, то тоже, значит, выглядит свойство точно так же. Дисперсия x1 плюс x, она это сумма дисперсии. Доказательства, опять же, как все определения написаны, доказать, но это просто нужно написать все эти определения, проверить, там, что какие-то члены сократятся. Написать, что дисперсия все эти штуки, посмотреть, там, и воспользоваться равенством от ожидания x1, x2, там, от ожидания x1, от ожидания x2. Листочки, опять же, это где-то в начале второго листочка есть. В качестве задачки, и я здесь доказывать уж, наверное, не буду. Еще один вероятностный факт, последний из листочка, следующий, это так называемое неравенство Чебышева, название длиннее, чем доказательства. Формулировка у него такая, вероятность того, что, ну, давайте напишем так, что модуль в Си больше равно эпсилон, меньше равно от ожидания кси на эпсилон. Это такая самая простая формулировка, значит, в самой простой форме. Опять же, просто, значит, определение, значит, мы посмотрим на эту величину кси, значит, доказательства там совершенно в одну строчку, опять же, нужно как-то определение абсорбировать. А дальше можно, скажем, вот здесь вот ставить квадрат, здесь ставить квадрат, когда здесь будет квадрат, и тогда модули не нужны будут, или написать, применить ее к вот такой случайной величине, и получится вероятность того, что модуль кси минус мотожидания кси больше равно эпсилон, меньше равно дисперсия кси делить на эпсилон в квадрате. Что-то там будет, надеюсь, все правильно. Опять же, там есть задачки в листочках, и они, ну, просто, как бы, самое главное не в сложности, это просто понять определение, поскольку они, кстати, если определение есть, то они просто в одну строчку все это следуют. То есть, вот два свойства. Вот это свойство для дисперсии, и вот это свойство для вероятности. Собственно, это, опять же говорю, доказательства очень простые, но это именно такие такого вероятностного сорта утверждения, что вот для независимых величин мы можем дисперсию так вычислять. Ну и потом, значит, как это работает, сейчас давайте сразу посмотрим. Ну, тоже будет теорема получается, хотя это частный случай. Я возвращаюсь к величинам xp, которые имеют такое распределение, которые независимые. Я посчитал их от ожидания. Ну, а давайте я сформулирую теорему. Теорема такая, что вероятность того, что Sn минус логарифм логарифм n больше равна пси. Что с ним происходит с вероятностью? Теоремису к нулю, правильно. Теоремису к нулю. Так, только, наверное, что-то как всегда забыл. Значит, с этой вероятностью ничего не происходит. С такой вероятностью должно происходить логарифм n степень 1, 2 плюс какая-то d. Мы сейчас не говорим про теоретики числовые вещи, мы говорим только про сумму независимых случайных величин. Что сумма независимых случайных величин минус, так сказать, ее от ожидания делить на... Значит, ее флуктуация, если мы поделим на вот такой вот множитель, то ее флуктуация будет ничтожна. Она не может быть такой... частно, не может быть больше эпсилона. Это закон больших чисел для суммы вот этих независимых случайных величин. И в реальности это почти то же самое, что и утверждение вот этих теоремок ардера Мнуджан. Так, может кто-нибудь мне доказательства скажет? Не нравится Чебышева. Так, не нравится Чебышева. Нужно применить вот это и вот это. Что я должен писать? То есть я хочу, значит, действительно... Давайте начнем с не нравится Чебышева, как предлагается. То есть я хочу применить вот эту штуку. Значит, кси у меня будет sn. Вся эта сумма будет кси, а справа у меня будет дисперсия. Ну, давайте ее тогда посчитаем. Дисперсия. Или давайте сразу применим вероятность того, что модуль sn минус логарифм логарифм n. Ну, если уж по-честному применять, то тогда должен здесь написать вот ожидание sn. На логарифм модуль m в степени на вторая плюс дельта. Значит, вероятность того, что это все чудо больше равно и все. На меньше равно. Значит, я смотрю вот на это, как на это. У меня действительно здесь кси минус вот ожидание кси получаю дисперсия sn на логарифм логарифм n пепень a1 плюс 2 дельта на ε в квадрате. Развел в квадрате эту штуку, поскольку тут везде квадраты входили. Значит, по линейности так получается. Ну, и взял вот эту ε в квадрате из неравенства Чебышева. Но ε у нас фиксированная. Да? Нет, это формулировка теоремы. Да. А дальше значит, мне нужно было дисперсию всей вот этой вещи посчитать. Да. Ну да, у меня случайно кричало, это линейный множитель просто. Это константа. Когда мы умножаем кси на какой-то линейный множитель c, то вот эта дисперсия меняется на c квадрат. Потому что по определению здесь c, здесь c и в квадрат. Поэтому здесь была 1 2 плюс дельта, а здесь вылезла 1 плюс 2 дельта. Спасибо за вопрос. Конечно, все это правильные вопросы. А дальше, значит, это первый фокус, это неравенство Чебышева, которое само по себе оно очень простое, но ключевое. А второй фокус это независимые случайные величины. Sn это сумма этих самых икситых, вот оно здесь написано. Поэтому что я получаю? Я должен где-то посчитать дисперсию Sn. У меня вот здесь это их место. Давайте я ее приезду использовать. Дисперсия Sn равно дисперсии x1, ой, ну не x1, x2 плюс x3 плюс какое-то xp kt последнее равно дисперсия x2 плюс и так далее. Это дисперсия xp kt по свойству. И это, на самом деле, ключевой шаг доказательства, что дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме дисперсии. Это абсолютно ключевой шаг всего доказательства. А дальше нужно почитать дисперсию каждой. Значит, ну как и чему равна дисперсия этой случайной величины, давайте вы мне скажете. xp там, если читать по этой формуле, она чуть-чуть сократится в конце. Это на 1, на 1. Ну, 1 делить на p в качестве этого. Другое определение, я, так сказать, да, в таком определении я чуть более запутанно это, так сказать, считать в уме. А можно вот здесь выкроить место и написать, что это равно по линейности это равно матожидание кси в квадрате минус матожидание кси в квадрате. я везде пишу скобочки, чтобы не было разночтений. 1p минус 1p в квадрате. Да, то есть 1p минус 1p в квадрате. Ну, здесь можно просто раскрыть кси в квадрате минус 2 кси матожидание кси плюс матожидание кси в квадрате. Дальше раскрыть линейность этого матожидания, чуть-чуть сократится и останется вот эти два слагаемых. и в таком виде мы считаем кси в квадрате это все равно точно такая же величина, поэтому матожидание будет 1 делить на p, а матожидание в квадрате будет 1 делить на p в квадрате. Поэтому здесь возникнет сумма, я продолжаю, равенство дисперсии. Сумма по p меньшим равным n 1 делить на p минус 1 делить на p в квадрате. Дальше, ну, первое множитель я знаю, это логарифм логарифм n плюс u большой от единицы. А что сделать со вторым слагаемым, не множителем слагаемым? Что здесь делать с этими 1 делить на p в квадрате? Да, забыть, потому что сумма 1 делить на p в квадрате уже заведомо меньше, чем сумма 1 делить на n в квадрате по всем натуральным числам. А это сходится, ну, я не знаю, это, наверное, совсем элементарно получить эта сумма меньше, чем сумма 1 делить на n на минус 1, а такая сумма равна единице уж. Догадайтесь сами, почему. Вот, поэтому доказать, что это сходится, это совсем не сложно. Больше мне ничего не нужно, я гоняю ее по большое от единицы. Все, я нашел дисперсию, поэтому я должен куда-то вернуться сюда, написать, что это равно а логарифм логарифм n окей, плюс о большой от единицы делить на логарифм логарифм n в степени 1 плюс 2 дельта на x в квадрате. И это все стремится к нулю при n стремящемся бесконечности. Потому что здесь у меня логарифм логарифм n в первой степени, а здесь степень 1 плюс 2 дельта. Логарифм логарифм n в степени 2 дельта это такая очень бурно стремящаяся бесконечности величина, значит, в знаменателе она стоит, поэтому вся дробь стремится к нулю. На этом доказательство вот этой теоремы закона больших чисел для вот этих случайных величин оно совершено. Можно все-таки не до конца все-таки вам еще раз навесить, почему вот штуки в разных первых первых строчках отличаются мало. Но мало ли так совершенно случайно случилось, что именно в это от единицы попали все очень много чисел. Не-не, ну сейчас, ну вот это вот логарифм, что логарифм логарифм n и вот это почему отличаются, и вот это вероятность отличается в малом. Вот эта вероятность и вот эта вероятность. Но они отличаются только вот в этом месте, да, здесь мы тоже дали, а здесь логарифм логарифм n. Но надо написать что это логарифм логарифм n плюс o большой от единицы и o большой от единицы поделится на это и все это будет константы, которые стремятся к нулю. Можно и написать, что... Ну, где-то, наверное, написано. Вот. То есть мы делим у большой от единицы на что-то стремяющееся к бесконечности, то будет что-то стремяющееся к нулю. Без каких бы то ни было подвохов. Да? Я понимаю, мы все-таки везде пользовались неравенцами Маркова. Ну, небольшая равенцами. Не, ну вот эти неравенцами я, конечно... да, 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 как это называется. Не получается вместо o большого последнего. Нет, здесь вот o большой, а здесь вот... нет, здесь вот o большой это единица, но все равно вот это главный член, и он... если мы поделим... Да, мы вот возьмем все, поделим на ln, ln, ln и o большой от единицы, ну, здесь числитель и изменатель. O большой от единицы оно же у малого от единицы превратится, правильно? Ну, оно все, вот это у малого от единицы становится. А. Мы доказали, что оно все вообще у малого от единицы. Кстати, первый член у малого от единицы, второй член у малого от единицы. То есть доказательства на этих двух утверждениях, вот это и вот это, каждая из них, прямо скажем, не очень сложная. Естественно, это доказательства, я доказывал для конкретных случайных величин, но это на самом деле доказательства для любых случайных величин в каких-то не очень обременительных условиях. То есть оно точно так же идет, ровно сцена минус что-то, ожидание сцена и все такое. То есть я просто для упрощения взял такие бернулевские величины, я не стал выводить какой-то более общий закон, а потом говорить, что это просто частый случай. Я вывел лично для этого случая, но реальное доказательство абсолютно общее. Оно нигде не использует эту бернулевость, ну в смысле нигде не использует тот факт, что случайная величина принимает только два значения. Оно использует независимость, ну и вот какие-то условия на эти распределения должны быть, но они не очень тяжелые. Хорошо. Это было доказательство чисто вероятностного утверждения, которое, тем не менее, практически так действенно равно теореме Хардера Мануджана. Тем не менее, я, вот я же говорил, что я докажу чуть больше, чем одним способом, я, пожалуй, для сравнения, так сказать, я докажу теорему Хардера Мануджана без, так сказать, символов, мотожидания, вероятность, я докажу там только суммами и все такое. Потом, может быть, я вначале так не думал делать, но давайте я потом решил, что сделаю именно так, что доказательство теоремы Хардера Мануджана будет без апеллирования какого-то небыло вероятности. И потом можно будет сравнить. То есть в реальности это почти что доказательство теоремы Хардера Мануджана, но только нужно там сказать, нужно еще там чуть-чуть, где-то еще добавить, еще немножечко у больших от единицы вместо целых частей. Здесь была вероятность 1 делить на p, там нужно написать 1 делить на p плюс у мало от единицы, где-то там это выльется в у большой от единицы или там что-то в этом духе. И вот мы сейчас сравним, может быть, не сейчас, а уже на следующей лекции я сейчас начну, сравним два таких подхода. Дело в том, что когда мы доказываем такой общий закон больших чисел, к чему, давайте пару замечаний. Когда мы доказываем закон больших чисел, то вот этот трюк, он абсолютно общий. А когда мы имеем дело с какой-то конкретной задачей, число различных простых делителей, до него не так уж просто догадаться, что нужно делать именно такие оценки, что нужно оценивать именно дисперсию. Ну, можно, конечно, но это менее естественно в виде суммы. Так, надо все стереть и доказывать теорему Хардера Мануджана. В итоге получится почти что два разных способа ее доказательства, и это я считаю как почти что первым. Так, давайте посмотрим. Еще, наверное, одно замечание, которое надо в какой-то момент сказать, то, что вот эти теоремы, они ужасно плохо видны на компьютере. Особенно теорема R-дешикадзе, ее невозможно увидеть на компьютере. Причина как раз в том, что логарифм логарифма n, для математики, она, конечно, стремится к бесконечности, эта последовательность. Но с точки зрения компьютера, это константа, причем такая, не очень большая. Найти число, чтобы реально логарифм логарифма n был хоть сколько-нибудь большим, но если логарифм логарифм n это 30, то... e в степени e в 30, но это что-то совершенно нереальное. Поэтому на компьютере, особенно теорема R-дешикадзе, совершенно не видно. Это именно что-то утверждение такое чисто математическое. Ладно. Давайте теперь все-таки попытаюсь я доказать теорему 1. Здесь на доске, где ничего никому не видно, я напишу в качестве лема 1 просто напоминание уже вычисления, которое я уже сделал, что сумма... Я попытаюсь без всяких матожиганий, без всякой вероятности, чтобы если кому вероятность еще как-то не прижилась, то можно было сравнить. В реальности это будет почти, как я сказал, почти то же самое доказательство, которое я уже привел. Значит, туполь V от n, это я посчитал, и это n большое... Сколько там, логарифм... Логарифм n плюс o большое от n. Так, значит, мне опять нужны позначения. Значит, у нас было что там, o маленькая от единицы, o маленькая от некоторой функции f делить на f, это o маленькая от единицы, это определение. А o большое от f делить на f, это o большое от единицы. То есть, o большое от n означает, что это какая-то константа умножить на n, максимальный рост этой функции. А это главный ее член, n логарифм и гарифм n. Ну, я это сделал в учреждении, когда у меня здесь стоял 1 делить на n, и я тогда сказал, что гарифм и гарифм n это типичное количество простых делителей. Ну, сейчас я записал это в таком виде. Это лемма 1, которое уже доказано. Дальше лемма 2. Пытаюсь, я рассказываю доказательства Турана, Теремы Харды Равнаджана. Лемма 2 ключевая. Это аналог свойства супрасумы дисперсии. Но, значит, без вероятностных обозначений это выглядит, кажется, так. Сумма по n меньше равной n Wn минус логарифм n в квадрате равно большое от... Значит, так оно у меня должно было бы быть, n логарифм в квадрате, да, вот это утверждение. Опять же, наверное, можно, приглядевшись, увидеть что-то очень похожее такое на дисперсию, что это была сумма, и это сумма матожедания, и вот возвели в квадрат, это что-то там типа дисперсии. Ну, мы сейчас увидим, что там происходит некоторое сокращение, поэтому получается, что это оценивается всего лишь как n логарифм в логарифм n. Это аналог того факта, что вот эта дисперсия будет не такой большой. Хорошо, ну давайте ее доказывать. По-честному, значит, я вернулся, значит, у нас уже все числа натуральные, все как обычно, я должен все делать с целыми частями. Я раскрываю скобочки. И получаю 3 слагаемых, 2 сумма w n логарифм. Хочу он большой писать, а такой цель маленький, да? Ладно, давайте я здесь одно большое напишу где-нибудь в другом месте. Про это уточню. Значит, здесь будет умножить логарифм н большого, значит, умножить логарифм большого плюс сумма, опять же, по всем натуральным. Так, здорово, все следят, отлично. Так, теперь, значит, начнем с простого. Как оценивается этот член, этот как? Н на логарифм н в квадрате. Это тот член, который нам не нравится, он сюда не подходит. Это тот член, который должен сокращаться. Так, как этот член оценивается? Я вот как раз лему 1 написал. Да, то есть будет n на логарифм и вот эти в квадрате плюс член, который уже нам нравится. Будет минус 2n логарифм логарифм н в квадрате, что нам не нравится, плюс то, что уже нормально. Так, ну остался вот этот член. Ну и сейчас его и оценим. Значит, он хотелось бы верить, даст, значит, здесь минус 2 таких член, здесь 1 такой член, значит, он должен дать еще плюс 1 такой член, плюс O большой вот то. Будем надеяться, что получится. Сумма Wn в квадрате. n меньше равна n. Так, ну как бы ее оценить, как бы ее написать, что бы с ней сделать? Нет, тут подразвесить не будет какой-то дубль n, дубль... Так что попарная будет, но это как-то с этим делается? Попарная как-то... Пойдет не обязательно с ними бороться. Зачем с ними бороться? Нужно? Ну да, вот это как бы... Нормально, а так квадрата мы, в принципе, уже почти умеем, то есть он просто попашка посумевает. И тут вот так будет сложно. То есть целая часть от n дели на b на b2 умноженная по парню. Это будет сумма плюс квадрата. Да, да, да. Сейчас давайте попытаемся... То есть давайте перепишем эту сумму как сумму попростым. Мы же считали эту сумму как-то. Мы ее записали как сумму попростым. Это было... Вы мне, может, поможете, если я не справлюсь. Значит, это должна быть сумма попростым меньше равным n. Целая часть n делить на b, как и так. Теперь все это в квадрате. Еще приходится возводить. Теперь можно и раскрывать. Можно выделить. Мне кажется, что что-то забыли. Нет, мы это делаем. Что? Какие предложения? Нет, что-то. Что, мама? Простите, пожалуйста. Что это за хрень? Что это за хрень? Простите, пожалуйста. Здесь и здесь квадраты. Квадраты, да. Величина справы имеет порядок с сильным стрельным квадратом? Нет. Что же нужно? Я же говорю, я не справлюсь. Что же нужно писать? Я не знаю, что это не мир. Нет. Что же должно быть? Может, сумму по единицам писать как-то? Сумма суммы. Сумма суммы. Хорошо. Давайте. Помогайте. Помогайте. Что ж, я же не справлюсь. Да, да. Сумма суммы. Можно просуммировать по двум. Так? Ну, вы говорите. Так, по-моему, тоже как-то не очень. Может быть, три суммы. Могу три суммы написать. Как там должно быть? N делится на P1, N делится на P2. Ну, как это написать? Почему это правда? Ну, если, кстати, я на Майкене еще на Майкене еще на Майкене еще на Майкене еще на Майкене. Ну, ладно. Почему это правда? Мм? Ну, давайте, давайте. Помогайте. Как раз это правда. Я не знаю. Я не знаю. Так, а что написать надо? Если это неправильно, надо что-то другое написать. Это правда, но это и не будет. Я вроде скобки пытался раскрыть. Смотрите. W от N это что у нас такое? Количество различных процентов делить. То есть это мы можем написать сумма по W от N. Это сумма по простым числам, которые делят, значит, единица простым, которые делят M. Дальше сумма по W от N это сумма по N, сумма по простым, которые делят N в единицы. Так вроде. Дальше я пытаюсь переставить здесь. Можно поставить квадрат? Ну да, можно здесь действительно поставить квадрат. Тогда вот здесь будет квадрат. Когда это будет сумма по N, сумма, когда я возвожу здесь в квадрате, будет сумма по 1, делящим N, сумма по P2, делящим N единицы. Потом я вроде попытался изменить порядок суммирования, вроде даже более-менее удачно. Тут равно смотри справа. Вот это так, вроде, должно работать. Здесь будет сумма по P1, сумма по P2, N делить на P1, P2. Приносим большой от единицы. Так. Это будет меньше равно. Нужно не меньше равно, да? Нужно равенство писать. Нужно равенство писать. Н на сумма 1 делить на P по P меньше равным N в квадрате плюс, ну, если мелочиться, получится по большой от N логарифм на логарифм. Значит, ну, что произошло? Значит, я написал все вот таким образом, раскрыл, изменил порядок суммирования. Дальше вот такую сумму. Ну, это чуть ли не в точности, вот это N, сумма 1 делить на P в квадрате. Дальше вот с доски на доску переход какой-то очень странный. Ну, я, на самом деле, мне достаточно меньше равно, вот, как я вначале писал. Значит, тут... Почему там O от этого нет, O от N в квадрате? Обязалось бы, ну, у нас слева там почти N в квадрате слагает, но в каждом O от единиц. Это ложь. Нет, это не ложь. Сейчас подумаем, что с этим сделать. Сказать, сколько проспектических. Не, ну, можно их тут... Сейчас. Мне почему-то казалось, что здесь как-то можно без этого. Нет, ну, всегда можно суммировать там до N степени 1 до 10, если очень хочется. А? Нет, ну, здесь простые числа, которые очень большие, они никуда никуда никакой вклад не вносят. А кто тогда вносит, простите? Ну, которые N до N 7, 7 до 10, они не вносят. Ну, которые после, там, скажем, N 7 до 10, они в такие суммы вклады никакого не вносят. Ну, может быть, достаточно и корни из N, наверное, здесь. У нас не может быть натуральное число, которое делится, там, два простых, которые больше, чем корни из N. И этого уже вроде бы хватит. Так что можно особенно и не мучиться. Ну, в общем, давайте, это я еще, может быть, в следующий раз, а то что время кончается. Я, наверное, начну-то в следующий раз в этом духе. Но вот если мы получим вот это выражение, то дальше это будет логарифм. Логарифм N в квадрате. И здесь все сократится, и LEMO 2 будет доказано. Ладно, давайте, что-то я не успел LEMO 2 доказать. Давайте я тогда, значит, вот здесь этот последний шаг сделаю, чтобы уж не спешить и честно все сделать в следующий раз. Ладно, на сегодня тогда все. И сдавайте задачки, если есть желание когда-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует...